друзья рад приветствовать вас на нашем канале алекс дозор и сегодня у нас будет очень далеко не новые скажем так годика два примерно этим ушкам но они от этого не становятся как бы менее интересными лучшие из рубрики лучше позже чем никогда вот сегодня у нас к з ас шестые айси я не айси а айс шестые но просто ас 06 даже вот так вот почему 06 и потому что 6 арматур по 3 на каждое ваше ушко только что кстати снимал интереснейшую распаковочку в ее четверг обязательно увидите и некоторые вещи с этой распаковки уже участвуют у меня в видосе как дальше это было легкое лирическое отступление ладно давайте посмотрим что у них здесь комплекте поставки и поговорим о том как они все-таки звучат ну друзья и давайте глянем это виталий мне подарил я брал у него арию они как бы ну как как дни как бы шли шли в подарок много мне виталий чего на дарил для моего канала много чего присылал на обзоры за что ему огромное огромное даже нечеловеческое спасибо и вот очередной его подарок или был внеочередной не знаю ну я как бы очень очень рад такому подарку потому что благодаря этому я познакомился ух ты отлетела я познакомился с арматурным звучанием так в комплекте поставки у нас идут сами наушники коробочек как бы все все обычно видите вот такие вот ушки написано что 6 балансных арматур у нас здесь вот определение наушника левый вот здесь вот у нас обычная вилочка на 078 да если я не ошибаюсь давайте здесь вот здесь вот и поглядим на не на 0 75 миллиметров все-таки я тут ошибся дал маху вот что частотная характеристика у нас 20 герц 40 килогерц хоть и рез наклеечку на них вешай импеданс 15 он о том что что они достаточно таки чувствительные будут вот и чувствительность 105 децибел вот как бы такие такие вот ушки честно да на большой громкости но слушать их особенно концертные записи было было не очень сваливалась все в кашу поэтому громкость в принципе здесь средняя чуть выше средней будет актуально обзор начал делать но все-таки комплект поставки смотрим здесь у нас обычные ксшные обычные хорошие скажем так есть у них еще обычные не сильно хорошие беленькие такие вот с насечками амбушюры все стандартненько все красивенько все хорошо у нас здесь и кабель но кабель здесь не не тот что был у них в комплекте это с еды x виталий мне положил как бы абсолютно нуль целый кабель чтобы был ну я думаю так тот темнее коричневый разницы в нем по поводу звука что тот не очень что этот не очень как бы все что я вам хочу сказать кабель я разумеется сменил амбушюры я попробовал разные при разные кабеля тоже пробовал несколько штук и вот сейчас вам об этом обо всем расскажу и друзья давайте вот вот что мы сделаем с вами померяем звуководы то что я изначально не сделал а должен был сделать в прошлом скажем так прошлой рубрике 5 и 4 5 и 5 показывает и это достаточно хорошо но вот нету никакого бортика для удержания амбушюр и вот это плохо вот в длину они 25 и 5 ширину они у 17 5 1 одну десятую миллиметра скажем так спешим на погрешность что-то ну красавчик уже ровненько вот и что я сделал самого начала я одел на них вот этот вот светлящий кабель и включил их фио q3 ну и то что я услышал мне совсем не зашло с этими родными насадочками то есть как бы ну звук был пресный безвкусный реально никакой причем все это представьте же еще после обзора на весну да на спринге 2 и вот сейчас ссылочка на этот обзор и как-то вот ну вот раз так все и совсем не очень и ну я начал думать у меня же есть два отличных темных ну то есть не темных кабеля темный тут скорее всего только один ну не скорее всего только один я уже просто к этому подхожу скоро сниму и на эти кабеля обзоры обязательно и выход 4 и 4 вот он который немножечко вот темнит подачу у меня есть на фио q3 и я недолго думающих ставил в него вот так вот этот кабель подключил эти наушники за канал правый 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 все как бы бомба и я понял вот что это она но к этому она я разогнался и пошел мерять все эти амбушюры сейчас папка амбушюром подойдет ну короче ребята то есть как бы светлые выходы светлые кабеля и все что светлит наушники вот сюда конкретно не подходят мне виталий сказал серебро к для этих арматургает сильно это ты горит вообще смело да а действительно это был смелый ход которого лучше как бы не и не делать совсем поэтому им нужен немножечко притемненный источник и как нельзя лучше вот вообще вот шанлинг от 5 показал себя вот в этой связке в этой комбинации это было ну вот вот очень хорошо достаточно классно было и отсюда но отсюда было гораздо как бы лучше гораздо веселей он все-таки но не то чтобы там чуть темнее он все таки чуть музыкальный ну когда-нибудь к нему падать никогда-нибудь а на мой день рождения 27 числа я постараюсь как бы чтобы вышел на него обзор вот сейчас как бы тоже готовлю все это дело а вот этот уже кабель от кибир совсем как бы совсем не подошел но отре он сильно притемнил подачу настолько сильно как бы что мне уже не зашло и не понравилось то есть вот помните у меня был любимый голубенький от you know да кабель вот сейчас на него ссылочка и он сломался в прошлом обзоре вы как раз это видели то есть король мертв я конечно хочу его починить но пока вот да здравствует новый король я перешел от ночи сики на вот этот вот кабель реально как бы мне для светлых наушников очень понравилось ну и дело в том что этот кабель он не темнит он ну в лучшем случае опять таки тоже буду готовить на него обзор в лучшем случае он как бы нейтрален или чуть-чуть как бы светлит вот как как мне кажется ну кабелю мы позже подойдем вот как бы так а по амбушюрам вот эти амбушюры тоже они нейтрально достаточно нейтральные своего почти ничего не приносят в звук это sp 145 одну а вот сейчас ссылочка на обзор аудио аксессуары и там как бы все эти кабеля ну этих еще двоих нету ну там как бы кабеля на которые уже готовы обзоры и амбушюры и вот реально ну тоже как бы не очень минус вот сразу все это минусу сп 100 тоже как бы совсем не сюда хорошо очень хорошо и основное время я их прослушал с мандаринками получился такой вот упруговат упругости и немножечко каплю сочности в эту суховатую подачу они добавили хорошо глубоко с углубляющим так баском получились вот эти вот от дуну sp 240 вы и просто шикарно первый день они так сели классно я не знаю как как так получилось и ну то есть практически не спадали ничего вот видите сейчас вот тут вот вообще легко а первый день они очень классно висели я буду реально прослушался на них целый день и вот это вот даже с тем что у меня от них очень чешутся уши и вот с ними мне очень понравилось вот широта глубина размах вообще об этих наушников вот тут хорошо тут но все таки лучше сюда какую-нибудь штучку типа типа пластыря медицинского намотать потому что буквально на второй день я чуть не потерял эти амбушюры они начали слетать не знаю как как так ну вот как то так хорошо еще неплохо с вот этими вот пенками более-менее с ними мне понравилось ну то есть все что вот добавляет к басу я не сказал бы что эти баку басу этих ширине и глубине сцены прибавляют но в общем те амбушюрки которые вам добавляют баса они сюда подойдут очень очень хорошо ни в коем случае нельзя осветлить эту модельку я сам любитель светлого техничного проработанного детального звука ну эта модель не для того чтобы ее высветлить вот как бы так а теперь давайте я все-таки расскажу как она звучит друзья очень мне хотелось что-то вот такое арматурное интересное я больше смотрел в сторону трен в и 5 то есть там тоже баланс только 5 арматур как-то мне их не дизайн зашел и вообще вот как как то вот почему-то манили они меня но благодаря виталию у меня вот появились совершенно другая моделька за что я сильно благодарен потому что эти трен я никак купить не мог они модель далеко не новая на нее кучу обзоров куча всего уже есть и вот ну просто кололась грубо говоря а теперь меня тянет в сторону что там у нас хиби хайби кристалл четвертые кристалл шестые вот там интересные модельки сейчас от фио выходит фа 7s по моему моделька тоже чисто арматурная теперь меня тянет в ту сторону то есть как бы на трен уже больше не тянет хотя если бы они мне попали в руки я бы был очень рад сделать на них обзор опять-таки было лирическое отступление и давайте теперь собственно звуки этих наушников да как я уже сказал в предыдущем блоке что сначала они мне как бы вообще сухими и пресными показались на серебряном кабеле наверное эти наушники это вампир то есть серебро им не подходит и убивает их вот на корню ну честно то слушать даже с тем что я люблю вот что-то такое высветленное там сверх детальное но вот катастрофически мало было веса что на серединке что на нч поэтому как бы как бы мне пришлось их чуть-чуть склонить к темной стороне силы и анекен скайуокер переходи на темную сторону силы вот так же с ними и общее впечатление знаете то есть как бы я не могу сказать что это там будут вау крутые наушники но не могу сказать о них что они какие-то там и плохие потом я концу недели я их распробовал мне было очень с ними интересно очень как бы ну то есть приятно понятно что у меня есть как бы куча других наушников которые играют но откровенно лучше этих но они стоят откровенно больше этих а это все-таки был очень интересный опыт чисто арматурного звучания давайте попробую описать это будет не совсем легко я так вам скажу но все же все же я сейчас это сделаю она любимая выведем не графика чего графика чеха не заводской не мой нашел на просторах сиди делал один хороший человек за что ему респект и уважуха ну где-то не везде я с этим графиком скажем так согласен не с человеком а с графиком вот как-то слышится мне чуть-чуть где-то по-другому ну сейчас объясню с низкими частотами мид свой мид саббаса здесь как бы и быть не может это арматура если где-то как-то что-то в треках заложено но отыгрывается отыгрывается довольно таки скучно не объемно вот как просто обозначается вот такое присутствие там где это если он слабенький его можно почти там даже не почувствовать сменив как бы насадки кабель вас стал хорошим осязаемым он больше конечно в глубину техничность то есть немножко ну не немножко хорошо подсушен капельку рисковать совсем капельку не так вот как допустим он там был резкий на от сивиджи да у меня были наушники вот вот сейчас на них ссылочка вот эти беленькие уже индекс их забыл но там вообще это было резко очень здесь же нет здесь не резко здесь вот так вот суховато но опять-таки на музыкальных источниках с хорошими кабелями скажем так вот и с хорошими амбушюрками он даже немного такого как бы вот вот подсушенный и чуть-чуть вот он уходит вот в объем вот вот хватает этого объема но он реально если сравнивать это как вот человек знаете не накачанный спортсмен а вот такой сухой жилистый вот примерно такая аналогия довольно сложно описывать не звучание но мы это делаем не зря мы тут посажен мид часть тоже очень очень сухая без никаких лишних этих самых жиров холестеринов без всего это сухо хорошо технично звучат струны но какой-то вот детальности проработки принципе не на ну не на основном как бы бассе не на мид бассе здесь этого нету просто вот такая вот сухая техничная игра с небольшим уходом в объем если если постараться подобрать аксессуары дальше на средних частотах тоже все звучит довольно таки классно бака от вокал до вокал ну то есть приближенный к вам и вот он действительно знаете такой не то чтобы детальный а вот натуральный вот тут будет более правильное слово натуральный что женский что мужской вокал звучит хорошо нету там никаких съеданий окончаний никаких лишних акцентов и выделения каких-нибудь согласных вот этого всего нету просто хорошо как будто бы кто-то сел рядом с вами и спел вам буха сыграл на гитарке примерно так она и звучит нету знаете детальности вот этих вот тут переборы они не то что ты как бы слышишь начал одну вторую третью струну она заходит опять-таки сухо но органично из низкими с низкими с высокими частотами опять у меня жена улыбается она любит когда на высокие говорю низкие ну почему то есть у меня такие оговорки работаю над этим но вся все как бы выскакивает вот с низкими с высокими частотами здесь все хорошо но смотрите как хорошо здесь нету яркости нету вот этого вот звона нету подчеркнутости они есть у них длинные достаточно ну как давайте назовем чуть больше среднего вот такие вот шлейфы слышится даже где-то небольшие вот совсем затухания все это присутствует но не ерчит никак то есть и нет и опять таки это не играет отвратительным песком который я терпеть не могу допустим как вот классные наушники до 2 он сейчас вот пусть будет на них ссылочка вот и вот все там прекрасно носит чересчур вот песчаные в ч а я это лично я так не люблю они там и красивые все но вот песочком они отдают здесь же вот как бы тоже такое что-то между песком и ярким звоном но все же как бы до яркого звона этому звуку далеко и слава богу не песок вот как бы получилось такое описание звука в общем это интересный еще раз повторюсь подсушенная вот интересная подачка и больше всего мне кажется это подходит для классической музыки где-то на тяжелых жанрах они их отыгрывают там рок любой там тяжелый хэви black metal они его отыгрывают но вот чего-то какой-то вот тяжелинки этого не хватает особой проработки в детали здесь как таковой ну тоже нету хотя в принципе ты все слышишь вот вот хорошо сцена здесь ну довольно таки нормальная в ширину чуть больше средней глубины глубина здесь чуть меньше среди сцена с чуть больше средней глубина чуть меньше средней но вижу достаточно все-таки интересные ушки не забываем что мы рима чисто арматурном звуке и есть определенные люди которые любят эту подачу и мне тоже это в принципе понравилось мне бы вот сюда деталей бы побольше вот вы че чуть-чуть звонче и вообще вот была бы бомба вот как бы такие получились у нас наушники теперь давайте пустим нашего эксперта и пусть он скажет как они ему вот такой малыш каждый раз начинаются вот вот такой а какой он еще если не вот такой что-то у нас зубик белый стал то ли сломал то ли повредил непонятно ждем ждем чем это закончится по идее у них зубы отрастают как бы сами тут если сломался а них стачивает постоянно они постоянно растут и должны быть желтым налетом желтый народ защищает эти зубы ну то есть как от от какого-то кариеса от какого-то это это побелел зубик один и покрылся темными пятнами почему-то вот такая у нас история но надеюсь что что мы это победим до исек с одним зубом нам будет плохо как тебе ушки да ребята ну и пачиха там же хотел сказать и что-то 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 не сказал видели то есть как бы там где уже ближе к вы чем так микрофон нельзя ближе к вы че там серединка уже там ближе к высоким там идет ну такие несколько несколько горбиков несколько подъемов ну вот они как бы не так вот сильно чувствуются вот как красиво они смотрятся на а чеха в наушниках это идет более более сглажена но я бы я же я бы не назвал этим в че какими-то некрасивыми или что они отсутствуют они вполне интересные вполне могут справиться как бы с классической музыкой вот вот вообще как бы бомба для этих наушников ну мне мне лично зашла в них разная музыка понятно что какой-нибудь рэпчик аэронбит на них слушать ну как бы вообще не интересно это не музыкально все музыкальные стили синтез синтетический кстати тоже как бы этот бас на них так так себе отыгруется вот но вот инструментальную музыку если как бы вы любители подсушенной четкой подачи ну или не любителя просто хотите ощутить что это такое да они покажут вот в новом скажем так в цвете в новых тонах если есть у вас такая возможность можете их послушать кстати я ссылку оставлю на магазин local z так как больше негде оставить и стоили они как только появились около 40 с чем-то долларов 42 по моему 43 сейчас же их можно купить за 33 доллара гарнитурным блоком я сейчас говорю именно за наушники с гарнитурным блоком поэтому как бы для экспериментов я считаю музыкальных модель к подойдет вполне все ребята спасибо большое музыка была группа engine он всех обнял поцеловал и до скорых встреч в нашем эфире наш следующий обзор да будет именно на крутые наушники на новинку я вот верю что они будут крутыми сейчас заряжу их в уши ну вы уже поняли на какие все таки а после них будет еще одна новинка а после этого будет уже те две модели которые мне прислал сергей клетко спасибо большое пока